Девять лет назад у нас появился вот такой фенечка. Он тогда был маленьким и несчастным. Его должны были усыпить, потому что у него были раздроблены тазобедренные кости обе. И когда сделали рентген, врачи решили, что там спасти шансов нет. И хозяин принес его на усыпление, оставил в тазике. Я там была в этой клинике с котом, со своим. Когда я пришла домой, стало просто очень жалко. Он тогда щеночком был, Феникс. Ему тогда месяца два было, может быть, меньше. Вот. Позвонила врачу, спросила, жив ли еще пес. Он сказал, что да, щеночек жив. Его рука не поднялась усыпить. Еще много людей в клинике, поэтому вот он жив. Я попросила его не усыплять. В общем, сказала, что найду деньги. Для того, чтобы Фениксу прооперировали лапой. Чтобы был шанс как-то спасти. В общем, вся история есть у меня много где. Да, Фенечка? Посмотри сюда, скажи всем привет. Даже вот какой мы выросли, какие мы. Красивые. А вот он трется. Меня, мой хороший. Он очень меня любит. Вот такой он большой. Он большой. Он красивый. Он умный. Он очень послушный. Молодец. Просто такой шикарный пес вырос. Молодец лапочка. Вот. В общем, на день, когда назначили операцию, мы с Фениксом приехали. Вызвал врач-травматолога из Владивостока. Тогда мы жили в Артеме в Приморском крае. Но к моменту, когда я пришла с Фениксом, врач сказал, что... Травматолог посмотрел на снимки и сказал, что шансов у собаки вообще нет. Никаких. И уехал. Ну, в общем, врач меня пожалел. Соответственно, все-таки он прооперировал. Операция долго длилась. Потом, в общем, слава богу, получилось все. Потому что переживали, что кости будут ломаться и невозможно ему поставить. У него прозрачные просто кости были. Кальция не хватало. Глазненькие. Они вообще прозрачные. Сильно прям раздроблены тазобедренные кости обе. На обеих лапках. В общем, короче говоря, слава богу, господи. Сапачку спасли. Долго мы еще потом учились. Пока там все это... Потом повторная операция. Спицы снимали, не могли их снять. Они уже вросли, потому что долго они у него были там. Нельзя было раньше снимать. В общем, слава богу, мы выросли. Мы благополучно вместе с другими животными переехали из Приморского края, из города Артема, в город Белгород, где живем уже 8 лет. Вот. Такие вот у нас дела. Животных других тоже много. Так. Дина! Дина! Диночка! Я так хотела Дину показать, но она спряталась. Тоже из Приморского края. В общем, вот она. Вот она, моя хорошая девочка. Ее тут прооперировали недавно. Еле спасли. Мое ты хорошее. Ну, Дина старше Феникса. А есть еще у нас совсем старенькая собачка. Машка! Маня! Манюня! Ей уже 19. Вот она. Моя Машечка. Тоже очень хорошая собачка. Тоже из Приморского края. О, холоп... Вот так, все. Вот он, наш Феникс. Только я ничего не вижу. Солнце. Блин, у вас солнышко, да? Фенюля! Фенюль! Мой мальчик! Ты мой хороший! Послушный-послушный! Послушный-послушный! Ой, как мы друг друга любим. Все. Он у нас всех любит. Но людей он никого не пропустит. Он очень хорошо охраняет территорию. Он не агрессивный, но мимо никто не пройдет. У него шерсть с дыбом. Он блаш... Ну, все знают, что эта собака никого не пропустит. А зато он у нас всех, кошек, собак, всех понимает. Никого не тронет. Да? Очень хороший плюс. Дай Бог нам здоровья еще на долгие годы. Всем спасибо. Все. Феня, место. Пойдем. Сюда, сюда. Туда, сюда, туда. Заходи. Вот умница. Вы видите, какой? Моя лапочка. Ты ж мой хороший. Да ты ж мой хороший пес. Все. 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 Продолжение следует...